Мир вам друзья, сегодня у нас Чехословакия. Будем играть за коммунистов, если видео с Чехословакией будет интересно зрителям, то... То я обязательно запишу демократическую Чехословакию и фашистскую. В первую очередь, разумеется, политический курс, подстройкам один уровень, укрепление в судетах. Сразу же сдаём агентство, все дивизии меняем на единый шаблон, раскидываем производство и исследования по классике. Чтобы восстановить австро-Венгрию, нужно закладить аж 4 страны. Разумеется, для большинства стран это невозможно сделать. Из-за гарантии Соединенного Королевства у нас в Чехословакию путь есть, обсудим чуть позже. Начинаем расшифровку шифрогерма и после политического курса берём левый выбор. Первую политку тратим на частичную мобилизацию, до военной экономики ещё очень-очень далеко, тем более, что я за Чехословакию хочу играть без гражданской войны. Но если можно обойтись без гражданки, я всегда стараюсь играть без неё. И на частички закладываем фабрики на максимальной инфре, также не лишним будет продать самолёты. У демократов есть доступ к рынку огромного количества стран и автоматически принимаем запросы. После левого выбора нам доступен коммунист и следующий шаг – военно-технический институт для опыта армии. Пока не забыл, имеет смысл продать старые танки, они всё равно бесполезны. Мне полгода не везло на агентов, и вы посмотрите, что мне выпало. Агент одновременно и соблазнитель, и мастер внедрения. Добавляем к нему ещё одного соблазнителя или мастера внедрения, и у нас появляется 100% шанс украсть политку или армейский опыт. У Чехословакии есть невероятно крутой главнокомандующий, но он стоит 200 политки. Именно из-за этого мы брали этот фокус. Берём уникальный для демократов дух армии и со скидкой в сотку нанимаем Людвига. У нас есть время на один фокус до того, как у нас будет 20% поддержки коммунизма. Берём промышленное наследие. Выпал ещё один соблазнитель. Невероятно круто. 20% поддержки коммунизма готовы. И следующий шаг – фокус поддержка коммунизма. Он ускорит референдум. Стабильность темы невероятно больная для Чехословакии. На 20% мы увеличим стабильность по фокусам. Также свободную политку тратим на улучшение рабочих условий. Ещё невероятно повезло на эмбарго Италии. В Чехословакии доступна только 14-я ширина фронта, потому что судей это целиком полностью стоит из холмов. Но это, разумеется, не финальный шаблон пехоты. До референдума очень важно применить скидки. Заранее берём военного теоретика и специалистов по перегруппировке. 69 стабильности выглядит уже лучше. Тем более 69 – любимое число огромного количества людей. Достраиваем начатые фабрики. И переходим на военки. Тем более, что второй пром дал нам новые слоты на 80-й и 100-й инфре. С межвоенной артиллерией можно создать шаблон танкетки. В Чехословакии на старте есть танк 1936 года. Он невероятно силён. После германского шифра переходим на Венгрию. На Венгрия какая-то жёсткая. Давайте добавим ещё одну группу радиоперехвата. Политическая власть у рейха сваровано. Отправляемся за армейским опытом. Это, конечно, невероятно дорого по политке, но улучшаем отношения с Китаем. И отправляем это ше. И наш шаблон на первое время будет выглядеть вот так. Конец 1937 года мне до сих пор не выполнен ни один ивент на поддержку коммунизма. Обычно вылетает либо классовая борьба, либо партизаны. Не спешим с собственной антантой. Перегатившись к коммунизмам, мы сможем вступить в коминтерны и пропустить этот фокус. Это пригодится в дальнейшем. Пока что возьмём укрепление, но в любом случае обязательно пятое. И также отдаёт военнообязанное население. А мобилизацию нам нужно проводить постоянно. Вылетает наконец-таки ивент. На Ныл. И под полотенник поддержки. Проводим всенародный референдум. Да, теряем на этом какое-то количество стабильности, но это можно пережить. И сразу же оправдание войны на Венгрию. Освобождение от занимаемой должности нам больше недоступно. Переходим на профессиональный офицерский корпус. Советский Союз приглашает в альянс. И сразу же пропускаем этот фокус. А теперь можно избегать из альянса. Не двигаемся в приглашение Румынии. Это нужно для того, чтобы избавиться от гранта. Накопив политку, переходим на военную экономику. С опережением берём арты и разводим точку. Слоты под стройку уже заканчиваются. Из-за Аташи у нас жуткий дефицит политки. Я не смогу расширить призыв. Так что придётся потратить 70 дней. Фокус в румынский вопрос тоже пропущен. И у нас есть выход дополнительной ячейки исследований. Слоты закончились. Теперь строим ПВО в Судетах. И укрепляем вот эти равнинки, которые не укрепляются по фокусам. У нас остаётся месяц на то, чтобы захватить Венгрию. Рейх уже оправдывает цель войны. Венгерский шифр взломан. И дальше нас интересует Югославия. И Румыния, которую мы выдводят, выгоним из альянса. План накоплен. Сразу же двигаемся к Будапешту. Здесь очень плохой ландшафт и очень мало снабжения. Поэтому контролить придётся ручками. Я забыл нажать решение на логистику. До того, как взял Будапешт. Оно исчезает, как только ты захватываешь сапплейхаб. Придётся торчиться без снабжения. Кикаем в Румынию. Заказываем её шифр. А венгерский шифр можно активировать. Тенгрия покончена. Аннексируем её целиком. К сожалению, её флот не забрать. Ставим освобождённых рабочих. Уникальный для коммунистов закон оккупации. Это даст нам невероятно много фабрик. И готовим шаблон для подавления. Удовольствия мало тратить палитку. Но придётся нажать крепости. Чтобы успеть достроить укрепления. 13 дней до войны. По фокусам двигаемся в ранний доступ. Это даст крутые скидки на танки. Опыт охватил аж на 4 чеки-доки. И разумеется, выбираем смелую атаку. И отшиваем третий рейх. Рейх начинает долбёжку. Добровольство советов не принимаем. Я без понятия, как это произошло. Но одна дивизия просто вышла. Из этой клетки. Но ничего страшного. Если потерять не больше двух клеток. То оборона не будет сложной. Не успел достроить ПВО. И происходит то, что происходит. И в каждую из разбомбленных клеток. Рейх сразу же начинает долбёжку. Так, усатый подвел осадную артиллерию. Выбора нет. Раскрываем шифр. И подрубаем последний рубеж. Запасы на складах у нас имеются. Так что нормально. Третий рейх совершает критическую ошибку. Люксембург, конечно, кадр интересный. Вериянс не захотел. И как итог иноксировано. Нам же лучше. Мы сможем отжать его территорию рейха. Пятая ячейка доктрины. Сейчас станет гораздо проще. Нет в хуе ничего более унылого, чем бесконечная ротация. Но за Чехословакию на старте выбора не особо много. Зависит, конечно, от натиска. Иногда рейх атакует совсем уныло. Но чаще всего выбирает три клетки и долбит в них. При поддержке авиации три уровня из пяти выбиты. На контратаке, кажется, получается влезть обратно в эту клетку в судетах. Показалось. Нежданно негаданная долбёжка по всему фронту. Но без поддержки авиации у рейха ничего не получится. А авиации на весь фронт не хватает. Ещё одна попытка контратаки. Это позволит очень круто сузить фронт. И клетка выбита прекрасно. Осталось перевести отсюда дивизии, чтобы покрыть фронт на юге. Тут немецкий натиск совсем ужасный. Нам доступна осадная артиллерия. Попробуем с ней. Всё равно не по шансам. Очередная массированная атака от Гитлера. Но на этот раз рейх встречает 72 дивизии. А рейх напал на Бельгию. Она автоматически попала в наш альянс. К сожалению, Германию придётся делить с ними. Соотношение потерь, кстати, не особо впечатляет. 90 на 506 тысяч. Ещё одна попытка. Но этот раз более чем успешная. Стоп, не говоришь, что ты влетишь сейчас в Польшу. Я не подписывался на делёжку Третьего рейха с британцами и французами. Начинаем первое наступление. Он увёл очень много дивизий на Бельгийский фронт. И до капитуляции Бельгии можно как следует повеселиться. В первую очередь нас интересуются плайхабы. Ради них я готов атаковать даже через реки. Как вообще это произошло весной 39-го? А, ну кстати, он пропустил венгерские фокусы. Готов уже второй котелок на целых 2 дивизии. Если мы перейдём реку за Бриславу, то сможем закатлить под десятку дивизий. Огроменный котел закрыт, но на Новый Год я попрошу Деда Мороза высушить реки. Немножко кривовато я это сделал. На красном снабжении, но главное, котел закрыт. Сравним потери ещё раз. На этот раз куда серьёзнее. Нет, ну вы посмотрите на Бельгию. Она же сдала одну единственную клеточку. Возможно, получится закрыть котел. Задерживаем тут дивку. Великолепно. Просто потрясающе. Да, опять реки, бесконечные реки. Мне снится, будут эти реки. Но тем не менее, куча дивизий уничтожна. Мы отодвинули границу далеко от Судетов. На самом деле, у Рейха есть отличная возможность контр-атковать. Которой он, кстати, пользуется. Временно отменю отступления. Советский Союз летает в Польшу. Спасибо, что не Третий Рейх. И шажочек до Берлина. Прекрасно. И вы посмотрите, какой пром мы захватили. Чего только стоят эти НПЗшки. Жаль, газеты об этом не пишут. Ну ещё бы для Чехословаков. Это обычный понедельник. С Рейхом отвод будет покончено. Так что нужно начать оправдание на Югославию. За неё вступится Румыния. Получается очень много котлов. Армия Гитлера явно редеет. И сейчас без котлов, любой ценой, пытаемся прийти в Штеттен. Германия разрезана на две части. И это отличная возможность закрыть огромный котёл. Но для этого важно захватить порты как можно быстрее, чтобы он не начал лазить дивизии. Один порт готов. Незащищённую провинцию. Сразу же ломимся новыми дивизиями. И ценой всего пробиваемся ко второму порту. Готово. Огромная армия. Без шанса на отступление. И после этого котла потеря Рейха выросли до полутора миллионов. Бельгия вернула свою провку. Обязательно отключаем снижение по морю. С нулём конвоев дивизии снабжаются так себе. Кстати, в Вене стоит всего лишь одна дивка. Выбьём тут рядышком холмы. Такие б***ь холмы равнины. И можно заходить в Вену. А возможно даже получится небольшой котелок. А возможно даже большой. Нет, большой не получится. Не буду нанести лишние потери. У третьего рейха армия не просто меньше нашей суммарной. Армия меньше даже чехословацкой. Дивизии пытаются уплыть, но не успевают. Просто потрясающе. Пять дней до оправдания цели войны. Давайте сразу подготовим лучшую из наших армий. В идеале даже сдать ему часть территорий. И встать строго по реке и по пункту снабжения. Равнинку тэкстрена можно укрепить. Думаю этого хватит с лихвой. Гранат Великобритании нет, он пока что занят. Но как фронт расширился, Рейх сразу же предпринял попытку контратаки. Но не на одном за участок фронта. Успехов у него нет. А вот мы на контратаке возьмём ещё один крупный город. И ещё две дивизии в кольцо. Не следила я немножко за нашим топливом? Закупим немножко нефти у совета. Или множко. В принципе можно рисовать единую линию фронта. Но 14% у Бельгии это же безумие. Ещё и все эти страны в рамочке. Бельгия перешла за Рейн. К сожалению успел Гитлер уйти в свою дивизию. Вопрос какой из портов? Кёнигсберг или к итальянцу? Так какого хрена произошло? Как я надеюсь что они не вступятся в союзники? Как я на это надеюсь? Сколько дивизий? Судя по всему больше чем у принца Павла. Благо ни Северия ни Черногория не нужны для создания Австро-Венгерской империи. Бельгийц набивает всё больше и больше вклада. Я однозначно кикаю его из Альянса. Хотя с другой стороны он может обратиться к союзникам, а может демократ. Ладно, давайте потерпим его. Знаете что я только что понял? На мирной конференции у него будут скидки на его национальные территории. Но благо пока что его вклад совсем не кокущий. Для нас это слишком широкая линия фронта. Даже с учётом 4-й армии. Наныл ещё один котёл. Линия фронта теперь стала гораздо уже. Но насколько же невыносимо атаковать в город. Готов фокус на ликвидации Болгарии. Объявляем ей войну тоже. Она сразу же влетает в войс. И никакие британцы не вступятся. Я только посмотрите на бельгийский прорыв. 16%! А Мусолини всё ещё чилит, кайфует. Ничего ему не интересно. Посмотрите-ка, демократы не собираются делиться. Хочет больше оккупаций. Но мы тоже публично называем это освобождением. Думаю, никто не будет спорить, что немецкие рабочие только нас ждали. Получена ачивка на захват Мюнхена и капитуляция. Начинаем с Югославии. Ни в коем случае нельзя, чтобы сюда встрял вот этот парень. А хотя, он даже не участвует в конференции. Интересно. Бельгиец уже влез в Румынию. Но зато пока что не влез в рейх. Уже не так плохо. Его вообще не интересует третий рейх. Плод я сжать не могу, потому что у меня нет выхода к морю. И на этом можно сэкономить много очков. Аннексировано все, что возможно. Прекрасно. И можно восстановить Островенгрию. Мы теперь Лига Автономных Республик. Красная Островенгрия со столицей в Праге. Посмотрим на количество призывников. Два с половиной миллиона. Только у нас случайно пропустился фокус, по непонятной мне причине. Который дал бы нам еще 0,3 военно обязанного населения. Ну ладно, это пережить можно. Все равно у нас остается только одна война. Взяли бы успеть до того, как Эфиопия втянет сюда Францию и Великобританию. Можно, кстати, пригласить в Альянс Эстонию. Очень не хотелось бы ввязываться в войну против Световского Союза. Но кто еще защитит братьев коммунистов? Готов финальный шаблон. Практически 200 ППА. Закачанная доктрина H209. Насколько же мало промо у Югославии и у Румынии? И насколько же крошечные куски страны достались нам национальными? Посмотрите промо Люксембурга. Чем он занимался, я могу спросить? Изменил закон оккупации и потерял на этом 30 фабрик. Ну ничего страшного, отстроимся сами. Пошли эмбарку. Я не объявил ни одной войны. Ну разочек там меня попросили венгерские рабочие. Возможно, где-то я втянул войну Югославию, но зато их рабочие свободны. Я слышал про один обуз. Якобы можно уничтожать дивизии в Заре, а Муссолини будет проводить их вновь. В самом деле. Так из-за Югославии можно его капнуть в 36-м. Смотрите, он ведет 100 дивизий вновь и вновь. Он потерял здесь 120 тысяч за неделю. А нет, соврал 70. Ладно, нажимаем автоплан. Даже без этого обуза. Муссолини не выдержит 200 противопехотной атаки у пехотных дивизий. Я так люблю нажимать автоплан и ничего не сделать. Это явно гораздо приятнее, чем ротация. Возможно, даже получится капнуть Италию до гражданской войны. Советский Союз требует Бессарабию. Я уже был готов завершать это видео. Ладно, снимем часть дивизий с фронта. А знаете, какая проблема? Итальяне вступят в Союз к Советскому Союзу. Муссолини вообще похуй включить Союз вступать. Отдам Бессарабию и верну ее в бою. И все-таки начинается гражданская война. Отдам Итальянцу всей его территории. Опа, Эфиопия хочет попадаться. С целыми 5%. Это, конечно, безуспешно. Но крови он выпил много. Ну, благо, даже так хватает на весь флот. Я совсем забыл, что Зара моя национальная. Как и Литераль, и Истрия. Так еще и этот регион. Интересная история. Придется аннухсировать в Талию. Оправдываем цель войны, чтобы захватить Бессарабию. Он здесь совсем не держит дивизий. Да, есть небольшие проблемы со снабжением. И, полагаю, он уже выполнил часть военных фокусов. Но с 96 дивизий на такой коротенький фронт точно хватит. Оправдание готово. Запускаем агрессивный автоплан. И это работает просто великолепно. Мы произвели достаточно грузовиков, чтобы покрыть потребности логистики. И наши дивки без проблем пушат без снабжения. Даже до того, как перестроены железные дороги. Что у нас по вкладу? 12% в первый месяц. На ему кровавого палача. Все-таки на грани зоны. Мы отправляем аж полмиллиона человек. Наступление постепенно замедляется. Наверное, с агрессивного плана переходим на сбалансированный. А на юге и вовсе поработаю ручками. К слову, о работе ручками. Кого из известных чехов вы знаете? Я знаю, Литл Каприз. На дивизию Совета, конечно, еще миллиард. Еще одного из наших агентов поймали. Берем еще одну небольшую передышку. Контролим руками. Второго агента тоже захватили. Я надеюсь, я хотя бы успею взять Москву. Азербайджанская нефть теперь отрезана от Советского Союза. И возвращаемся к автоплану. На этот раз идет не так бодро, но главное идет. Вклад в войну уже 39%. Не так уж и плохо. Советский Союз уже практически готов. Жаль, не получилось набить большого количества вклада. Но с другой стороны, мы всего лишь хотели вернуть себе Бессарабию. Забираем Бессарабию и закрываем конференцию. Я вроде бы закрыл конференцию, но все равно рабочие из Советского Союза захотели присоединиться к Австро-Венгрии. Дело за малым. Аннексировать Италию. И наконец-таки можно аннекснуть Италию. Наше национальное население превалилось за 50 миллионов. Мы распустили армию. И теперь Бельгия почти в состоянии возглавить этот альянс. В принципе, я и не возражаю. И на этом все. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Это очень помогает развитию канала. И мир вам! Субтитры сделал DimaTorzok